Мораль господ – это прежде всего идеалы раннесредневековой, например, военной аристократии. Почему? Проблема заключается в том, что в то время, о котором он говорит, если взять вообще большую часть эпох, когда существовало и рабство, и постоянные попытки доминировать над кем-то, над соседями, ну, вообще-то господа могли стать рабами очень быстро и очень легко, а рабы могли стать господами. То есть это такой очень динамичный вопрос, непонятно, чья мораль-то где была. Ну, или взять, к примеру, если он приводит в качестве некой... Так он, блядь, Ницше работает, к вопросу. Мне похуй на социализм, Светлайн. Привет, Крепютка. Так он просто концепцию Нише рассказывает. В чем проблема? Ницше прав или не прав? Ну, хз. Тут еще небольшая проблема, что Ежа очень сильно рационализирует позицию Ниши, экстраполирует ее на какие-то четкие исторические критерии. У Ницше это, скорее всего, было, но крайне фрагментарно, что важно вообще подметить, да, потому что Ницше вообще крайне фрагментарно писал. Ницше можно пытаться рационализировать, составить его ауфоризм в правильном порядке. Я тоже это в свое время делал, это, наверное, правильный подход. Вот. Но все же здесь не до конца понятно, какова четкая аргументационная линия у самого Ницше была в данном случае. То есть, единственное здесь, наверное, за что можно было бы упрекнуть, не упрекнуть Ежа, это просто за попытку рационализации Ницше. Но эта попытка необходима, потому что без рационализации Ницше преподавать Ницше просто, ну, преподавать, рассказывать про Ницше просто невозможно. Вот. Просто, блядь, тогда, если мы не будем его рационализировать, просто бери, читай его книги и заткнись, как говорится. Ну, как-то так. Ну, ладно. Так вот, я немножко прихуел с тех требований, которые он Станкевичу, собственно, выдвигает, для того, чтобы не быть идиотом. Вот он говорит, вы идиоты, блядь, если вы считаете, что Остготы там то-то-то-то-то, блядь. 99% людей вообще про Остготов не слышали. Это раз. Во-вторых, таких, блядь, народов просто миллиарды, блядь, ну ладно, не миллиарды, их просто много. И знать все про все народы, чтобы не быть идиотом и всякий раз давать правильный ответ на все эти проблемы, надо, ну, пиздец, как постараться, да. Ну, и то даже, наверное, историку не придет это в голову, учить вообще всю историю. Вы спросите у какого-нибудь, там, я не знаю, Россова про что-нибудь, связанное с Остготами. Возможно, он ошибется, отвечая. Что, он идиот, что ли? А, образование. А если не про Остготов не ошибется? Там про индусов ошибется, про китайцев разные ошибется и так далее. Очень жесткий критерий для того, чтобы не быть идиотом. О римской цивилизации стали говорить, да, потому что Остготский монарх Теодорих, он имел отношение тесное с Константинополем и от его имени выступал как наместник римской власти в Италии. Вот вам, пожалуйста, мораль рабов или мораль господ, вообще непонятно что. Аналогично во многих других случаях, те же самые викинги, которые сначала были такие прям доминирующие, пытались доминировать и прочее. Я даже не говорю про Сицилию, где они основали свое государство. Они стали потом слушать... Не, ну Нича просто дуализм, он очень упрощенный, я здесь во многом даже соглашусь скорее, чем не соглашусь. Блядь, у меня котечка все еще работает. Надо закрывать котечку, простите, котечка открыт все это время был. Так вот, у Нича крайне упрощенная система, которая может что-то описывать только при одном условии, если мы воспринимаем ее крайне абстрактно. Так вот, ну мы можем просто взять и сказать, что есть вот определенные мотивы и определенные типы, в общем-то, проявлений, которые мы называем моралью господ. И как только человек становится носителем этой данной морали, то есть начинает ее проявлять в мире, вот он становится господином настоящим. А есть мораль рабов, да, тоже определенные качества у нее есть, но это никак напрямую не связано на 100% с рабами и господами. То есть может быть господин, который ведет себя как раб, и может быть раб, который ведет себя как господин непосредственно. Более того, это даже вполне укладывается в модель Ничи, просто потому что, ну, сверхчеловек это не обязательно богатейший там аристократ, который там вот такой вот... Один из главных критериев именно сверхчеловека по Ничи это его творческое начало. Благодаря которому он, ну, собственно, и может что-то делать. Благодаря которому он и является сверхчеловеком-то по сути. Творческое начало не в смысле там типа, о, я что-то рисую и творю, это реально человек, который может создавать что-то новое, прежде всего новые идеи. Это реально очень продуктивный и живой человек, который в том числе ради своих идей готов пойти на многое. То есть это очень-очень-очень-очень такой человек, знаете, в духе досократиков. В духе досократиков. По-эндосократик с очень высокой вероятностью по Ничи будет являться чем-то, ну, приближенным к сверхчеловеку. Перимскому. Кто здесь господа, кто здесь рабы, неясно тоже. Да, то есть вот этот дуализм, он какой-то очень примитивный, что ли. Давайте-ка христиане просто делать, вынесем отдельно мораль господ и мораль рабов, как я уже сказал, и просто будем сравнивать конкретных людей вне зависимости от того, господа они или рабы. Более того, очевиден метафорический характер мысли Ничи в данном случае, ну, просто потому, что, блядь, какие-то господа, какие-то рабы. Наверное, есть люди, у которых смешанная мораль. То есть вряд ли это все можно надвое на 100% поделить. Я думаю, Ничи это тоже осознавал. Я думал, он тоже осознавал тот факт, что, ну, как бы мораль рабов это просто плохой идеал, плохой пример, да. Мораль господ это хороший пример, то, к чему стоит стремиться. Мораль рабов то, от чего следует уходить, мораль господ, к чему следует стремиться. Ну, и при том, видимо, Ничи замечает, что мораль господ свойственна прежде всего господам. Вот. Не всем господам, но, по большей части, господам, да. То есть людям, которые могли получить себе, там, образование, которые имели много денег, у которых есть определенная честь, благородство, там, и так далее, так далее, так далее. Вот именно вот таким, к таким людям. А человек, который, да, перешел с низшей касты, там, в высшую, например, он... Теперь, ну, он все равно с моралью рабов остается. Современный богач, аристократ какой-нибудь, он, у него тоже, скорее всего, мораль рабов будет. Ну, просто ввиду того, что там у него будет полный набор, там, христианских качеств, которые, ну, являются моралью рабов, по сути. Почему Ежа, кстати, приводит еще, что самое важное, кастовое общество? Потому что, в отличие от многих других обществ, кастовое общество достаточно целостно. Перемещение между варнами, я не знаю, возможно или невозможно, но, насколько я помню, невозможно. То есть вы не можете поменять варну, а внутри варны у вас происходит определенная модель воспитания, в рамках которой вам прививаются определенные добродетели, определенные долженствования, да, то, что вы вообще должны делать по своей природе и по своим, в общем-то, ну, способностям. Вот, у вас уже все заранее предрешено вашим родом, вашими, в общем-то, представителями всех ваших вот предшественников, уже все, вы поняли, вы заняли определенный кластер в обществе, и вы с ним вот так вот в этом обществе существуете. Да, относительно индийского общества это вырисовывается довольно понятно, а вот относительно других обществ это скорее следует воспринимать как некую метафору. Более того, Ницше ни в коем случае не следует воспринимать как автора, который, ну, писал формулами аналитическими, то есть, го господа, блядь, значит, сука господа, нет, не значит, все, поехали. Или, например, в Англии, где завоеватели из Скандинавии постепенно ассимилировались местным населением, даже непонятно, кто кого ассимилировал, тех, других, или наоборот, непонятно. То есть ситуация такая, что, как правило, мировой опыт нам показывает, что отношения завоевателей и завоеванных, они не были такими антагонистическими, как хочется показать некоторым, да, и нельзя было назвать завоевателей представителями морали господа, завоеванных моралью рабов, потому что эта роль, она постоянно менялась. Этой роли могли... Так это не роль, это мораль. Чел, блядь, проснись. Зачем ты это в хайлайт вообще вырезал, это кринж. То есть... Я, будучи нищиёбом, могу быть представителем морали господ. Ну, например. С другой стороны, для духовенства. Потому что духовенство, оно, с одной стороны, как бы конкурирует, брахманское и шатрийское сословия конкурируют друг с другом в борьбе за первенство, в борьбе за осуществление верховной власти в обществе, но при этом аристократия, её власть подтверждена как бы её силой, оружием, военной дружиной, армией, а у духовенства её сила подтверждена только либо сила интерпретации каких-то событий, процессов. Да, то есть, допустим, там молния во что-то попадает, или там происходит солнечное затмение, и духовенство это интерпретирует так, как, в общем, ему выгодно. Блядь, серьёзно? Серьёзно, ты считаешь, что духовенство занималось чуть ли не гаданей? Блядь, у Ниджи пересказывает, долбоёб. Мне стыдно это смотреть, серьёзно, ужасно. Именно органов, блядь, на кишках, как в древности. Ой, блядь, Ежик, какую же хуйню ты несёшь постоянно, особенно, когда дело касается истории. Какую же хуйню ты постоянно... Он переговаривает, блядь, сейчас он рассказывает о Нидже. Чел, Нидше жил в девятнадцатом ёбаном, блядь, веке. Девятнадцатый, блядь, век. У Нидше были довольно своеобразные представления об истории. Для своего времени, я не знаю, нормальные и ненормальные, но, наверное, терпимые, да? Но прежде всего он был филологом. Неожиданно. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, да? Что филолог не знал идеально там историю. Таким образом эта тема в культуре людей низшего порядка постоянно педалируется. И таким образом формируется космология и апологетика нигилистических религий. Происходит осуждение действительности, да, единственного существующего мира становления данного нам в ощущениях. И в противовес этому выстраивается некая архитектура параллельного мира. Что вот наш мир, он плохой, он ненастоящий, потому что здесь болезни, угнетения, значит, всякие вот плохие люди существуют, боль, страдания, старость, смерть, все в муках. Но есть другой мир, потусторонний, там все прекрасно, хорошо, там летает англ. Но это, по сути дела, он пересказывает марксистскую интерпретацию феномена религии. То есть религия – это опиум для народа, это то, что помогает угнетенным уйти от ужасов этого реального мира. Другое дело, вот почему тогда, почему тогда, вот если взять, например, католических святых, да, и православных тоже. В массе своей кто такие эти святые? Это представители аристократии, это выходцы из высших слоев общества. Тот же святой Франциск, к примеру, асистский, это был богатый. Да, но просто это люди, которые были заражены непосредственно моралью рабов. В этом суть. Неожиданно. Парадокса здесь нет. Богатый, там, не знаю, зажиточный, аристократичный человек может быть носителем морали рабов. Особенно в эпоху владения упаднической нигилистической религии Панидша. Я здесь не буду говорить, что она такая, да? Ну вот Панидша, оно так. Иудейского юноши сына плотника. Идея о том, что нет ни или ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского. И что римские императоры, они все, значит, негодяи будут гореть в аду. Там, сейчас, секундочку. То есть христианство, как религия, оно, собственно, и становится мировой религией, именно потому что оно полностью пронизано этими идеалами, этой максимой творческого рессентимента, этими фантазиями о том, как праведники, сидя на облаке, свесив ножки, будут наблюдать, как мучаются в аду вот эти вот негодяи, грешники. И это будет усиливать счастье людей, которые в раю находятся. То есть они вот угнетали нас при жизни, а вот после смерти... Ну а почему тогда христианство так легко завоевало именно аристократию? Я не знаю, возможно, Ежи не в курсе просто, да? Ну не то, чтобы возможно, а точно не в курсе. Просто пиздец, как легко. Как вообще в основном христианство становилось религией масс? Да, вот это аргумент, который просто уничтожает всю аргументацию Ежи. Давай. Значит, как становилось христианство религией масс? Как это получилось на Руси, как это получилось в Скандинавии? Оно, как ни странно, вопреки словам Ежи, сначала становилось религией короля, его приближенных. То есть король принимал эту религию, и потом приближенный. И потом уже впоследствии уже народ принимал христианскую религию. Как это нарушает непосредственно аргументацию Ежи? Ну что самое смешное? Как раз-таки сопротивление христианизации, оно шло снизу, а не сверху. Аристократия... Ну это, кстати, последний пункт норм, кстати. Как раз первая была, кто принимала христианство. Да, только проблема заключается в том, что Ницше здесь говорит вообще про все религии. А христианство, ну, к сожалению, только одна из огромного множества, да. Ну и, может быть, здесь его выводы не до конца уместны. Ну да ладно. Христианские ценности. Во-вторых, христианство изначально упадочная религия. То есть, да, неважно, кто и где его принимает, это все равно упадочная тенденция, упадочная традиция. Ну только упадочный человек, декадент, может его принять. А Ницше, кстати, фиксирует начало декадентства где-то там плюс-минус Сократа. Это даже не Рим еще, это Сократ. То есть, античный мир, это, ну, не начало, но плюс-минус первая половина античного мира. Вот как-то вот так. Даже первая четверть античного мира, скорее, я не знаю, как там измерить, наверное, попадет в первую четверть античного мира. Оттуда идет декадентство. Распространение упаднических мировоззрений. И да, кстати, Сократ, он именно что, нет, человек неблагородный, но и не то чтобы вообще антиблагородный. Он не раб, Сократ не являлся рабом, Сократ был гражданином. Но гражданином не самого высокого порядка, даже достаточно низкого порядка. И Платона сократовские идеи потом начали распространяться по всей, в общем, по всему античному миру. К большому сожалению, Ницше вся философия была пронизана декадентством непосредственно. Почему-то Станкевич сцепляется за какое-то ебучее христианство, хотя оно здесь не имеет никакого отношения к Ницше по большей части. Почему-то Станкевичус, опять же, разбирает некое христианство. Хотя, если мы посмотрим на всю аристократию и всех образованных людей, которые были в то время, Ницше бы назвал их декадентами. Ну, как бы, это просто очевидно, типа, более того, важно, что Ницше, прежде всего, когда речь идет о создании, согласен с Ницше, согласен с Сократу, не знаю, как-то... Ницше вообще разбирает становление аврамических религий, вы не поверите, блять, не через христианство, а через иудаизм, прежде всего. Тоже важно, да, как там жреческое сословие становилось. Скорее всего, Ницше неправильные данные, кстати, по непосредственно становлению иудаизма, но все же, главная его аргументация о генезусе религии, ну, особенно аврамической, это иудаизм. И только потом, там, через Сократа, Платона, Аристотеля, мы в том числе приходим уже к христианским взглядам, а уже все общество, как бы, просрано, уже все внизу, уже все рабы, на самом деле, по большей части. Большинство людей носители морали рабов. Упадок произошел. То есть, в устах каждой бабушки в церкви, в устах каждого раба и подонского мира, вот это вот желание мести, это сладость, мед мести, заставляет жить дальше. Что, ну да, мучаемся, да, нам все плохо, и надсмотрщик, он, значит, погоняет нас своим кнутом, но после смерти, вот, будет высший суд, и тогда каждому воздастся по заслугам. То есть, вот, как бы, идеал морали рабов, идеал творческого рессентимента, он достигает своего апогея. И уже Ницше потом пишет, что христианство – это платонизм для толпы. Вот, и поскольку рабы – это были, собственно, такой важный очень класс в Римской империи, то есть, экономика базировалась на использовании бесплатного труда рабов, то, собственно… Это утверждение опровергнута современной наукой, которой я понимаю, что ежи не читает монографии современных исследователей античности Римской империи, но, в общем, рабство в Римской империи играло, на самом деле, не такую значительную роль, как думают некоторые. Кто? Блядь, чел, ты настолько тупой, что реально будешь считать Ницше и воспринимать буквально слова «господы, блядь, и раб», «раб», «блядь, и господин», серьезно, нахуй? Ну, вот, может, ты, блядь, еще и Гегеля, когда читаешь, вот, у тебя литер или вот раб, и вот литер или, блядь, господин. Вот просто вот литер или вообще без вопросов. Мне просто трудно, поверьте, мне очень трудно понять сейчас человека, который пытается всеми силами проигнорировать очень очевидный, как бы, факт того, что Ницше не имел в виду литер или господ и литер или рабов, причем рабы, блядь, как класс, да, ты бы еще сказал. Какие, блядь, рабы в Средневековье? В Средневековье не было рабов, в Средневековье были крестьяне, сейчас тоже нет рабов, сейчас свободные граждане, которые работают сами на себя, блядь, Ницше ошибся, Ницше ошибся, рабов не существует, рабов не существует, блядь, уже очень давно. Вот так бы мог подойти, буквально то же самое, литер или одно и то же было бы сейчас. Вот разъебал Ницше, потому что Ницше назвал определенные моральные убеждения христиан моралью, блядь, рабов. Он дал определение, вот ваши моральные ценности, блядь, это мораль, блядь, рабов нахуй. Вот, определение, вот весь ваш набор моральных ценностей перечислили, мораль рабов, противоположные моральные ценности, бах, мораль господ, все. Так в смысле, какие закрепощенные? Это не рабы формально, это крестьяне. Это крестьяне. Другой класс, не рабы, разные классы. Что делать-то? Были рабы в Римской империи, там уже, скажем, в концу первого века, втором веке. Блядь, а что вы скажете на то, что философ Диоген Синопский бывал в рабстве? Блядь, ежи, ты опять обосрался, ежи, пиздец. Ежи нахуй, ты чего? Ведь все-таки, да, человек, он мог попасть, будучи там с моралью своих господ, в рабы, там. Ебать, как противоречиво-то нахуй, ой, блядь. Ой, нахуй, как это ужасно. Можно выбрать класс мага, конечно. В третьем веке и так далее, когда христианство распространялось по ней, рабы в основном... Там душа тащи штаны, да, пиздец, охуенно. ...были слугами в домах богатых римлян. Думать о том, что якобы в Римской империи все шахты, все земельные угодья и прочее функционировали исключительно за счет рабов, это просто... Чел, блядь, ты являешься по Ницше носителем морали рабов. Формально ты не раб. У тебя есть какие-то предположения, да, как Ницше, что Ницше понимал под моралью рабов? Ну вот, может быть, есть какие-нибудь чудеса, фокусы, да, придумать что-нибудь, может быть. Есть полное незнание истории. Они в основном были, эти рабы, в качестве, ну скажем так, в третичном секторе были заняты, в сервисе, откровенно говоря, да, рабы в древнем... Не в древнем риме, а в Римской империи. И при этом в рамках вот этой своей службы господам, какие должности они занимали? Они, по сути, управляли зачастую поместьями. То есть они, по сути, занимали очень важное общественное, социально-экономическое положение, потому что позволяли функционировать этим самым поместьем. То есть они не были в каком-то слишком уж унизительном положении, как думает Ежа Сармат. Наверное, он думает, что там просто миллионы людей. Да вообще пиздец, наверное, он думает. Давайте критиковать всех за то, что они, наверное, думают, в кавычках. Ебануться просто. Станкевичус, блядь, остановись. Станкевичус, остановись, это пиздец, блядь. Станкевичус, наверное, думает, что надо выебать ребенка. Он, наверное, педофил, блядь. Вот в таком духе рассуждения сейчас ведут. Дискуссии в Восточной Европе никогда не были так близки к правовам. Таким образом, мы можем выстроить даже определенную линию персон, определенную линию авторов и идеологии, которые ответственны за разные этапы вот этой всемирно-исторической тенденции декаденса. То есть сначала это Платон, как, собственно, родоначальник всей западной идеалистической философии, который осуществляет вот эту дихотомию мира и неистинного, да, мира идей и мир вещей. Потом это Перикл, то есть как идеолог афинской демократии. Потом, собственно, это, ну, то есть это как вот в античном... А, Перикл тоже левак, я так понимаю. Тоже христианин, социалист. Да, то есть ключевые фигуры, которые ответственны за... Блядь, какой же ты тупой чел, пиздец. Я просто, я не знаю, объяснять это, не объяснять. Объяснять или не объяснять, ребят? Ну, просто, блядь, пиздец. Ну, смотрите, по шкафу у меня, знаете, какая аналогия производится со Станкевичем? Со Жмелевским. У Жмелевского похожий шкаф. Но Жмелевский, когда хуйню говорит, он чаще всего настолько пьян, что ему прощается. Ха-ха-ха-ха, в таком случае полный пиздец. Челик даже не слушает, что ему говорят. Так вот именно, так вот именно, блядь. Ежи сейчас описывает обычные непосредственно для Ницше тенденции к описанию декаденса. Родоначальником декаденса, ну, Ежи сказал, является Платон, но по Ницше это Сократ все-таки. Мы просто берем текст Ницше, который называется «Философы». Там он описывает историю философии. И там, где начинается у нас непосредственно вот не с падения, да, великой досократической философии, то есть Сократа, там и начинается декаденс, где начинают продвигаться между, вместо высоких сверхчеловеческих ценностей, какие они были у большинства досократиков, то есть у вполне мифологических, каких-то очень странных персонажей, которые там самоубийство делали, пытались стать великими, обессмертить свое имя. А вот стали низкими, как у Сократа. Сократ их начал первым продвигать. Ну и вот Сократ, Платон, Аристотель это представители низкой декаденской, собственно, морали, понише. Они еще не христиане неожиданно. Христиане генеалогически возникли от Сократа, Платона, Аристотеля, там, платоников, неоплатонистов, там, стойков, эпикурейцев. Вообще, в принципе, да, если мы посмотрим, если мы почитаем, блядь, нормальных, сука, историков, мы неожиданно обнаружим, как христианство, например, берет некоторые практики и теории с античной философии. Например, берет молитву, молитву у эпикурейцев, у эпикурейцев была практика молитвы, а нет, исповеди. У эпикурейцев была практика исповеди. Христиане взяли исповедь у эпикурейцев. Это не Иисус Христос, Господь Бог заповедал, да, исповедуется. А вот была такая традиция, практика, ну, может, кстати, у Иисуса это тоже было, но поскольку Иисус Христос не настоящий Бог, а исторический, возможно, персонаж, в лучшем случае, да, а в худшем его вообще не было, то, скорее всего, он это подрезал просто у эпикурейцев непосредственно, да. Мы же не будем предполагать, что Иисус Христос обязательно Бог. Я же не христианин, я не буду этого делать, например. Но, следовательно, да, произошло взаимодействие, воздействие одного на другое. Вот, и на Иисуса воздействовали разные философские школы античности, в том числе, потому что он жил в античном мире, в римском, в римском мире, да, но в античном. Всем известно, что в Риме была неплохо так распространена философия, которая вот сначала была греческой, а потом уже не греческой, непосредственно, да, потом она уже, ну, римской в том числе стала. Но это все те же учения, все те же подходы, все те же заходы, которые христиане во многом подрезали. Вот Платон и Аристотель, платонизм и перипатетизм, это одни, наверное, из основных тенденций античности. Особенно платонизм и особенно неоплатонизм. Когда мы рассматриваем генеалогию, самый крутой образ Иисуса у гностических христиан, особенно когда он, как чат, наблюдал в толпе за распятием другого, возможно, кстати, перт, возможно, не исключено, ничего против не имею. За мораль рабов, за вот эти вот идеалы потусторонних. То есть, чел не понимает, что Ежи даже не говорит о том, что Перикол там был христианином или не христианином. Ежи говорит об упадке. И христианство является в европейской культуре главным носителем этого упадка. Но были и предшественники у этого упадка, мы их только что перечислили. И упадок, он мог бы не быть христианским. На месте христианства могла быть любая другая религия рабов. Понимаете, в чем дело? Дело не только в христианстве, только исторически сложилось так, что у нас это, оно вот там вот такое, именно благодаря христианству. Вообще, на мой взгляд, выглядит крайне нелепо. Вообще, сам подход. Ну, смотрите, стилистика какая. Стилистика убермаргинальная. Ну, плюс-минус. Я, кстати, знаю, что я плюс-минус тоже выступаю в похожей стилистике. Хотя я хоть совершенно другой человек. Но уровень обзора, да, тоже такой. Мы сидим, обсираем, ругаемся матом, овнем. Но ладно мне, мне не позволяется. Знаете почему? Потому что я не христианин. Но когда ты, блядь, христианин, ты сидишь там, овнишь, пытаешься кого-то обсирать, унижать. Это, по-моему, крайне парадоксальная хуета. Я вот не понимаю, как Васил и вот этот вот Челик Станкевичу смогут в таком состоянии, в принципе, существовать. Причем, заметьте, есть товарищ, которого зовут, в общем-то, Сандро Пантелеев. Вот у Сандро Пантелеева охуенный стиль для христианина. Он хорошо ведет стримы. Он, знаете, так удивляется. Он так вот, типа, о, ну как же это можно? Непонятно. Причем он не обсирает, он даже не овнит. Он даже, более того, глупость свою часто признает. И признает, что, ну, я-то простой там человек, все дела, да. Там многое философии не понимаю. Ну, вот мне что-то вот здесь мне сложно, да, там, и я хотел бы у вас объяснение услышать. Короче, мне нравится, как себя постулирует Сандро Пантелеев среди прочих таких вот маргинальных христиан, да, типа маргинальных, потому что от убермаргинала пошли. Ну, они, просто эти люди реально от убермаргинала пошли, скорее всего. Вот, они ведут себя так и ведут стримы так, потому что это популярно во многом, в том числе, благодаря убермаргиналу, в интеллектуальной такой среде вести стримы именно вот таким вот образом ебучим. Но если в моем случае это не противоречит, мне ни в каком смысле, то в случае с христианином это противоречит. Постоянное злословие, ненависть, презрение к другим людям, попытка возвыситься над ними, то есть гордыня получается, еще много чего сразу же. Занимаясь подобной деятельностью и постулируя себя как христианина, вы себя полностью компрометируете. Я не совсем понимаю фишку. Если кто-то хочет охуенного нормального православного христианского стримера, это Сандро Пантелеев. Это реально добрейший человек, он реально добр даже к своим оппонентам. Он не пытается над ними возвыситься. Это реально очень удивительно, насколько у человека получается быть христианином. Потому что быть христианином пиздец как тяжело. Хорошим, нормальным, каноническим христианином. Я вообще не понимаю, почему люди на себя налагают такие ограничения. Почему они живут как христиане и зачем им это нравится. Мне просто очень сложно это понять. Это слишком непонятный момент. Я больше понимаю вот этих вот быдлогопников, которые вот с маргинальной конфы, короче, плюс-минус сбежали, не сбежали. Либо, по крайней мере, Станкевич оттуда не сбежал, но ведет себя как маргинал. Пытается овнить, ко-ко-ко, я такой важный. Я сейчас буду здесь всех разъебывать, потому что я умный христианин. Сейчас я вам всем, короче, покажу. Мне очень сложно представить, как у человека реально получается, как вот у Сандро Пантелеева, реально получается быть одновременно и христианином, и стримером, и вести себя при этом вполне по-христиански. Потому что стримы, это не то место, где можно себя так вести. Ну, можно, в смысле, легко. Потому что вас все вокруг бесят, вас все вокруг хейтят, вас все вокруг критикуют. У вас здесь место тотального горения жопы по большей части. В принципе, можно понять. И вы делаете контент, и вы делаете контент в том числе благодаря горению чужих жоп. Это тоже фундаментально важно. Ваша основная задача, помимо того, что вы что-то умное говорите, вы одновременно с этим еще и горение жоп пытаетесь вызвать каким-то образом. Ладно. ...становление взглядов Маркса, и Маркс заимствует этот диалектический метод, наполняя его материалистическим содержанием, и дальше уже Маркс. То есть Маркс это такая крупная фигура, потому что марксизм это некий такой универсальный язык для левака-дегенерата уже во всем мире в настоящий момент. То есть до Маркса это были развозненные группы левых петухов, у каждого из которых была собственная... Сука, блядь. ...после Маркса, после появления и популяризации марксизма у левых петухов появляется универсальный язык, универсальное коммуникативное средство для того, чтобы объяснять друг другу вот эту дихотомию угнетенных угнетателей, то есть для того, чтобы каждому, я не знаю, негру, вьетнамцу, перуанцу, кому угодно объяснить, что он угнетен, прибавочная стоимость. Блядь, он что, и Маркса даже не читал? Вообще-то Маркс был, блядь, лютым европоцентристом и считал, что английская колонизация Индии, она идет во благо Индии, потому что избавляет Индию от всей вот этой хуйни, которая у них... А чё он здесь сказал про то, что Маркс не был европоцентристом, блядь? Ты, блядь, вообще слушаешь видео? Он сказал, что появился универсальный язык после Маркса, на котором можно объяснять что-то. Причем здесь, блядь, Маркс и его европоцентризм. Долбоеб ты, блядь, не братупой, блядь. Просто я в шоке. Я просто в ахуе, честно говоря. Ну, блядь, Станкевичус, ты смотри видео, тебе деньги, блядь, заплатили. Да охуеть просто! Охуеть, я охуел, блядь! Причем здесь это? Ну, был, блядь, европоцентристом. Да и похуй вообще! Это вообще вне контекста. Чел, блядь! Ты безумен, что ли? Ну, просто, блядь, только безумный человек говорит вещи вне контекста, да? Ну, то есть, когда нормальный человек попадает в контекст, ну, обычно, да, как происходит коммуникация интеллектуальная. Вам кто-то что-то говорит, вы входите в этот контекст и в этом контексте отвечаете. Ну, можете попробовать ответить из другого контекста в надежде, что вас кто-то поймет, да? Что вас собеседник, вас поймет. Ну, если вы особенно знаете интеллектуальные способности собеседника в данном случае. Когда вы просто, блядь, вне контекста говорите. Маркс? Он не читал Карла Маркса? Ну, ведь у Карла Маркса есть борода. Что за хуета? А, у, э, и все. О, Маркс? Негры? Но ведь Маркс был против негру. О, блядь. Причем, причем здесь просто, да, два слова было использовано. Маркс и папуасы, да, вроде бы, неважно кто. Маркс, блядь, папуасы. Да, люди постоянно говорят мне контекст, пишет Александр Синдых, но если вы претендуете на некий интеллектуальный уровень, вы, блядь, должны попадать в контекст. Если вы пришли разъебывать, если вы здесь овните, если вы делаете вид, что вы, блядь, вот царь, царь во дворца пришел, короче, разбирать, езжи, учи историю, блядь, то надо попадать в контекст. Иначе кринж, блядь, получается, иначе получается ебучая хуета. Если вот я смотрю, я не попадаю в контекст, я желательно молчать стараюсь, как минимум. И даже не на мне следует здесь как бы смотреть, да тот же Ежи Сармат часто в контекст попадает. Это был п... Именно что попадает в контекст. Это вот слишком, да, это слишком мимо контекста, я соглашусь. Никто, ни Маргинал, там, ни Ежи Сармат, никто, даже, блядь, Васила, не так сильно не выпадают из контекста, как это сейчас сделал Станкевич. Вообще, на протяжении всего этого видео делал Станкевич. Это очень плохое видео. По качеству интеллектуального контента. То есть, у меня пока что сложилось впечатление о Станкевичестве, что этот человек, ну, просто начитанный, но предельно тупой при этом. Причем, именно уровень тупости здесь определяется тем, что он не может попасть просто в контекст. Простейший. Вам говорят одно, вы отвечаете другим, но просто с похожими словами. Там, я не знаю. Вам говорят, марксист, Маркс, Маркс выступал против, я не знаю, гомосексуальной ебли. А вы такие, Маркс, ебли? Так, Маркса вообще никогда ебли не было, например. Да, вы отвечаете. Ну и что? Это как-то противоречит тому, что он этому выступал, там, да вроде нет. Причем, этот пример просто спонтанный привел. Продолжение следует.